Итак, добрый день, уважаемые слушатели, добрый день, в эфире «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы – бизнес российских банков. Ну, в целом мы поговорим о том, как выглядят сегодня коммерческие банки, наверняка упомянем и регулятора. Назвали тему мы так. Российские банки переоценивают риски и увлекаются моржой. Справедлив ли упрек президента? Небольшой экскурд в историю, чуть позже я его озвучу. Сегодняшнюю мы будем с вами вспоминать выступление нашего президента во время «Телефонной линии». Его фразу во время «Телефонной линии». Значит, я представлю моих гостей сегодня в студии «Сухого остатка» Дмитрий Мирошниченко, научный сотрудник Центра развития высшей школы экономики. Добрый день, Дмитрий. Добрый день. И в студии Валерий Петров, финансовый аналитик, заместитель председателя правления Института развития в финансовых рынках. Добрый день, Валерий. Добрый день. Ну что ж, давайте сразу начнем. Еще раз я напомню, собственно, поводом или информационным поводом, как принято говорить, стало высказывание Владимира Владимировича Путина во время «Прямой линии» в апреле этого года, когда он произнес эту фразу, что коммерческие банки в России слишком увлеклись своей выгодой и моржой. Процитирую. «Как я уже говорил, считаю, что коммерческие банки в России слишком увлеклись своей собственной выгодой и моржой и слишком преувеличивают риски в экономике Российской Федерации». Вот здесь я поставлю знак вопроса. «На этот счет продолжает президент. Мы еще в абсолютно рыночном режиме, без всякого административного нажима поговорим и проанализируем ситуацию». Ну, дальше, видимо, анализ ситуации последовал. Разговоров было много. Сейчас на дворе июнь месяц. А, собственно, если говорить о бизнесе банков и ситуации в российской экономике, все не так позитивно, тем не менее. Так вот, вопрос номер один, да, уважаемые коллеги. Давайте начнем с этого. Валерий, как вы оцениваете ситуацию в экономике с учетом последних событий, да? Недавно состоялось заседание Центрального банка, ставка на прежнем уровне, она достаточно высока, 8,25, замедление 1,6 ВВП за первый квартал, ну и так далее. Валерий. Ну, с моей точки зрения, упрек президента, он верен лишь отчасти. Дело в том, что российскую банковскую систему необходимо четко делить на две части. Первая часть – это госбанки, в которые входят такие гиганты, как Сбербанк, Банк ВТБ, который умудряется на падающем рынке проводить СПО и занимать по 102 миллиарда рублей и так далее. И все остальные банки, понимаете? И здесь вот сравнивать одно с другим достаточно сложно. Госбанки, безусловно, имеют достаточно неплохой доступ к дешевым ресурсам. А я напомню, что по общему объему активов госбанки оперируют порядка 56% всех финансовых ресурсов нашей страны. А, соответственно, мы понимаем, что самые интересные заемщики, самые интересные вкладчики и так далее, и так далее, они куда пойдут? Там, где ставка ниже. Конечно же, в госбанки. Естественно, в такой ситуации коммерческим банкам ничего не остается, как, ну, извините, такой сленг «шустрить». В каком смысле шустрить? Ну, во-первых, им необходимо делать достаточно конкурентоспособные продукты, которые бы, с одной стороны, были выгодны банку, с другой стороны, привлекали бы вкладчиков. Здесь речь, конечно, при этом идет о потребительском корритовании, о депозитах, так называемых, начислении процентов на остатки на счета и так далее. И вот, когда мы в целом оцениваем эту ситуацию, то мы должны понять, что те риски, которые банки, не имеющие доступа к дешевым ресурсам, сейчас несут, они не только не снижаются, как можно было бы сделать вывод из заявления президента, они, к сожалению, растут. Дело в том, что ни для кого не секрет, что последняя макростатистика говорит о том, что вот еще один квартал, и мы пойдем в рецессию, то есть догоним Европу, в которой уже четыре квартала подряд идет рецессия. Ни для кого не секрет, что крупнейшие экономисты нашей страны вдруг ни с того ни с сего покидают ее, а, соответственно, может быть, это бы никак не сказалось. Если бы не тот факт, что мировое инвестиционное сообщество крайне негативно это оценило, это не моя точка зрения, это результаты обследования общественного мнения, то есть, соответственно, мы опять сами себе усложняем инвестиционный климат. И последние цифры – это, собственно говоря, востребованность банковских услуг со стороны населения. Я напомню, что с 2011 по 2012 год у нас объем населения, которое пользуется банковскими услугами, плавно рос, если все начиналось где-то с 52%, то сейчас стабилизировалось на 77% и дальше не растет. А это говорит о чем? О том, что клиенты сейчас уже очень внимательно смотрят не только на проценты, но и на услуги, которые оказывают банки, соответственно, конкурентная ситуация очень сильно обострилась. Вывод. В текущей экономической ситуации банкам крайне сложно будет выжить, особенно если у них не будет дополнительного доступа к активности. Спасибо, Валерий. Дмитрий, правильно можно сделать вывод, что вот заявление господина Путина в отношении коммерческих банков не совсем корректно. Действительно, они в сложившихся условиях просто пытаются каким-то образом выживать, даже если уж не зарабатывать. Ну, оно даже не в сложившихся условиях не совсем корректно упрекать банки в том, что они увлечены маржой, это все равно, что упрекать мужчину в том, что он увлечен женщиной. А чем они еще должны быть увлечены? Банки, коммерческие предприятия, которые зарабатывают деньги для своих акционеров. Это, в общем-то, их задача. Вот если, конечно, банковскую систему в разряд НКО все перевести, потом еще иностранными агентами объявить, тогда другой может быть разговор. Так, в принципе, собственно, вопрос и упрек такой он не по адресу. Ну, там, если предысторию посмотреть, то подобное мнение, ну, достаточно так удивительно, для меня, во всяком случае, на встрече с Путиным однажды высказал Вьюгин. Ну, там было в несколько такой форме, что чистая процентная маржа у банков традиционно держится на уровне 5%, что правда, хотя не все там меряется чистой процентной маржой. А вот если, соответственно, как-то ее сократить на 1%, глядишь, там можно сократить и процент по кредитам. Ну, с точки зрения чистой такой арифметики, это правда. А с точки зрения бизнеса не все так просто, к сожалению. Валерий тут прекрасно все рассказал, и да, мы тогда возвращаемся в состояние нашей экономики, которое сейчас можно охарактеризовать как такое стабильное, да, то есть вот такое, ну, кто-то скажет стабильно-негативное. Стабильность, кто-то скажет застой, кто-то, да, стабильно-негативное, но на самом деле сейчас в российской экономике, чем она отличается, в ней не происходит ничего экстраординарного. И вот то замедление, которое мы видим, и те проблемы с бизнесом и у банков, и не у банков, ну, это все органично, да, то есть от чего вы хотели? То есть наша экономическая модель, она такова, что ничего больше выждать-то и не приходится. Поэтому вот я там банками в основном занимаюсь, там, ежемесячно отследовавшую ситуацию на этом рынке, и который месяц подряд я там в своих обзорах пишу, опять не произошло ничего. То есть, ну, все развивается ровно так, как оно должно идти. Ну, то, что, вот, к сожалению, все у нас тенденции негативные, это, там, другой печальный разговор, но, вот, повторюсь, неожиданностей каких-то нет. Дмитрий, опять не произошло ничего. Вот это в отношении, собственно, каких событий-то, ожидаемых или действительно неожиданных, не произошло ничего? Ну, стандартные вопросы, которые задаются, там, банковскому аналитику, когда ставки, там, вырастут или упадут, когда там что-то, очень тяжело ответить, потому что, действительно, противодействующих много, и они все действуют, ну, скажем так, по-разному, по срочности, что-то там, какие-то краткосрочные факторы где-то привезут, где-то долгосрочные. Вот, поэтому, ну, это вот такое, как марио, или там, вот, колебание воды, да, то есть, вот, то, что сейчас происходит в банковской системе, очень тяжело прогнозировать больше, чем, ну, не знаю, там, на квартал, полгода это уже, там, не знаю, что-то такое. Вот, но все какие-то основные параметры, которые касаются, там, ну, структуры банковской системы, каких-то индикаторов, которые свидетельствуют о ее, там, здоровье или, наоборот, нездоровье, они последние несколько месяцев находятся, ну, она плюс-минус, да, плюс-минус, что-то лучше, что-то хуже, там, одно дернулось вверх, другое вниз, но каких-то радикальных изменений не происходит. Но, к сожалению, вынужден повторить, что это на таком вот, то есть, мы ползем, да, то есть, мы не то, что летим и вот парим над горами, и у нас все хорошо, вот мы действительно ползем, но не сваливаемся вниз, да. Ну, вот, да, я как раз это и хотел услышать. В конечном итоге, несмотря на то, что мы ползем, да, но мы не сваливаемся вниз, и это можно как некий позитив все-таки, да? Да, да, то есть, опять же, ну, бывает, и даже от коллег иногда там слышу упрек, что не надо искать негатив, говорю, ребята, я первым делом всегда ищу позитив. То есть, я открываю вот эту всю статистику, я обрабатываю, там, вот это, беру эти 20-30 показателей, которые мне кажется, что они могут отражать, там, более-менее адекватное состояние, и я ищу, вот, на что позитивное опереться. Ну, вот, к сожалению, в последнее время именно позитивом считается неухудшение. Да, отсутствие негатива, да, как очень часто рынок воспринимает, как позитивную новость. Кстати, ну, уже, наверное, после новостей мы с вами, если не возражаете, коллеги, поговорим о том, а что может все же, да, быть ярким позитивом в сложившейся ситуации, хотя, опять-таки, если вот метафору Дмитрия использовать, да, то ползущая российская экономика очень, очень, наверное, в меньшей степени, да, так сказать, рождает надежды на какой-то яркий позитив. Или, может быть, действительно, этот позитив придет из-за рубежа, ведь там тоже много важных событий, которые непосредственно оказывают влияние на то, что происходит внутри у нас, да, уж, не говоря о ценах на энергоносители, на нефть, которая все-таки достаточно стабильна и неплохо смотрится, но, к сожалению, уже на российскую экономику практически никакого влияния не оказывает. Наверное, к сожалению, еще раз повторяю. Вот об этом, обо всем мы поговорим с вами. Ну, сейчас время прерваться, время новостей на Финам.ФМ. Слушаем новости, а потом продолжим наш эфир. Итак, друзья мои, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Дмитрий Мирошниченко, научный сотрудник Центра развития Высшей школы экономики, и Валерий Петров, финансовый аналитик, заместитель председателя правления Института развития финансовых рынков. Обсуждаем текущую ситуацию в российской банковской сфере. Ну, и, наверное, за ее пределы мы все равно посмотрим, потому что понятно, что это вещь не локальная, это вещь связанная со многими процессами, как внутри, так и вне российской экономики. Итак, Валерий, собственно, о регуляторе несколько слов. Центральный банк Российской Федерации, недавнее, последнее июньское заседание, ставка на прежнем уровне, хотя уже несколько месяцев подряд мы, по крайней мере, говорим о том, что вот, замедление экономики, может быть, и есть смысл снизить. Противники этой точки зрения говорят о регуляционном давлении, потому что майская инфляция, к сожалению, уже выше таргетов. Что по этому поводу можно сказать, Валерий? Ну, здесь надо отталкиваться от цифр. Смотрите, в мае у нас рост потребительских цен порядка 7,4%, то есть это выше того таргета, который мы слышали и от Минэкономразвития, и от большинства консервативных аналитиков. Вывод простой. К сожалению, тот потенциал, который был заложен в экономику в 2012-2011 году, и когда она достаточно неплохо себя чувствовала, подпитываясь теми деньгами, которые притекали в страну за счет высоких цен на нефть, этот потенциал исчерпан. И, собственно говоря, именно эта проблема лежит в основе тех макроэкономических неудач и плохих показателей, которые мы видели по итогам первых месяцев этого года. То есть, смотрите, сначала нефть нас немножечко напугала, сходило 98-99 долларов за баррель, но потом-то все нормально, все вернулось, а тем не менее ситуация экономическая не выравнивается. Это говорит о том, что планирование бюджета, которое было проведено по данным достаточно высоким ценам на нефть, оно, к сожалению, оказалось более оптимистичным, чем есть на самом деле. И, наконец-то, я думаю, что то, о чем все давно говорили, что единственным драйвером российской экономики является торговля, когда у нас, собственно говоря, вся экономика переходит на спекулятивные рельсы, когда мы просто импортируем либо, извините меня, сырье чуть-чуть добавляем, прибавленные стоимости здесь продаем, а чаще всего просто готовые продукты продаем здесь, все это привело к тому, что экономический спад, который выражается в отсутствии собственного производства, он, наконец-то, выходит наружу. Для банков в данной ситуации все становится очень плохо. Почему? Потому что, а кого кредитовать? Кого кредитовать? Тех же торговцев, извините меня, они закредитованы выше крыши, остается только население. И здесь вот мы видим небольшой парадокс, который, с одной стороны, и есть то хорошо, которое позволяет существовать в банковской системе. Спрос не падает. Это парадокс. Почему? Потому что доходы населения по официальным даже цифрам, они, если учесть инфляцию, очистить их от всех дополнительных наложений, то получается, что доходы, они, ну, практически не растут. И можно даже сказать, что по объективным показателям, если мы будем считать инфляцию не потребительской корзине, официальной, а по тем группам товаров, которые, собственно, покупают, например, средний класс или люди, которые считаются чуть ниже среднего класса, то она будет снижаться. За счет чего тогда покупательская способность? Только за счет потреб кредитования. И вот тот соблазн приобретения большого количества товаров, которые сейчас относительно недороги, а вы посмотрите, действительно, и электроника, и стабилизировались цены на долгосрочные товары, там, будь то жилье, автомобили и так далее. Все это позволяет банкам сейчас сводить с концами. Если будут внедрены требования базы или третьего, если будет сейчас экономика продолжать, вот, извините за такое выражение, барахтаться, вот, на том уровне, который мы видим сейчас с точки зрения производительности труда, а она у нас уже в разы ниже, чем в развитых странах, то я думаю, что будет банком не до маржи. Кстати, Дмитрий, вот мы заговорили о потребительском кредитовании, ну, может быть, действительно это с какой-то точки зрения парадоксально, да, вот, в текущих экономических условиях мы видим, ну, если не бум кредитования, то, по крайней мере, достаточно серьезный и восходящий тренд. Но можно это оценивать как, действительно, какую-то долгосрочную перспективу, когда сможет поддержать российскую экономику, или все это дело вот в времени и вот через какой-то, может быть, непродолжительный период? Я даже боюсь вас разочаровать, чуть поправить, уже нет восходящего тренда с осени прошлого года, если смотреть переросток год к году, то идет плавное снижение. То есть спрос уже фактически насыщен на потребительские кредиты, ну, там лучше, конечно, разделять потребительские кредиты, там, от автокредитов, тем более от ипотечных, поскольку разные категории населения прибегают к одним, другим и третьим. Так что платежеспособный спрос, он действительно насыщенный, поэтому банки сейчас вынуждены идти в сектор, ну, такой, более рискованный и выдавать кредиты тем заемщикам, которым, например, год назад бы они отказали бы. И, собственно, если посмотреть оценки закредитованности населения, то она уже зашкаливает. То есть надо же смотреть, когда нам говорят, что да, россияне, они же вообще кредитов практически не берут, вы смотрите отношения там к ВВП, ну, это же все от лукавого, мы все понимаем, отношения там кредитов к ВВП, поскольку надо смотреть размер твоего ежемесячного платежа к доходам, что тебе дает ВВП, когда ты из зарплаты не можешь расплатиться. Ну, кстати, по поводу лукавого, я прошу прощения, Валя, Дмитрий, действительно, позиция вот такая очень часто звучит, что у нас недостаточно развитие патриотическое кредитование по сравнению, ну, и нам сравнивают развитые страны, а может быть и развивающиеся даже. Доля, действительно, ВВП у нас ничтожно мала, если говорить о Европе или уж там о Штатах, где это больше половины. Разные типы кредитов, конечно. Совершенно верно. А речь идет о том, что просто мы разные цифры сравниваем. Конечно, да. Мы там апельсины с яблоками любим сравнивать, но в данном случае происходит то же самое. Так вот, если возвращаться к той группе населения, скажем так, отнюдь несостоятельного населения, которое берет потребительские кредиты на покупку, не знаю, от сотового телефона до стерильной машины. Но согласитесь, что человек, относящийся к этому пресловутому среднему классу, чуть ниже, не будет он брать, если только совсем как-то не припрет, жарко. Ленит гипроса. Сломался холодильник, а куда ты без холодильника? Ну, пожалуйста. А случилось так, что денег нет? Ну, у всех бывает. Но покупать, не знаю, там тот же самый телевизор в кредит, ну, никто не будет платить вот эти сумасшедшие деньги. То есть в кредит покупают люди, у которых денег-то нет. И вот если взять их доходы, посмотреть, сколько они платят ежемесячно, там, конечно, уже зашкаливает вот эти ежемесячные платежи, кредитованность очень высокая. Поэтому вот такой ренессанс потреб кредитования, он по-хорошему близок к закату. По-плохому, поскольку, как Валерий дважды сказал, просто банкам деваться некуда, то есть надо где-то зарабатывать деньги. Ну, будут вот рисковать дальше. Кстати, хорошее сравнение с ренессансом, мне очень нравится такая метафора. Если вот с этой точки зрения рассматривать, чем это может кончиться, к чему это может привести? А этот ренессанс будет похож на известные события многолетней давности, или это что-то будет, так сказать... Ну, знаете, лишь бы не было инквизиции. Менее весело. Вот об этом речь. Или что-то будет менее весело. Понимаете, значит, я вот сторонник цифр и аналитического анализа, поэтому, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно сделать все-таки шаг назад. В каком смысле? Я начал с того, что наша банковская система очень неоднородна, и здесь... Неоднородно, вспоминая банки с госучастием, да, и все остальное. Ну, как можно сравнивать там ВТБ, там, не буду кого-то обижать там, да, с маленькими банками. Здесь есть, скажем так, три ключевые цифры. Первая ключевая цифра – это общее количество банков. Оно у нас там порядка 960, там, может, чуть меньше, чуть больше. Тенденция к снижению есть, но не такая, не критичная. Если, казалось бы, ну, в общем-то, неплохо, да, порядка тысячи банков там, как бы, есть к кому обратиться. Но если мы посмотрим на фактический уровень капитализации, то мы увидим, что только 170 банков имеют капитализации выше миллиарда рублей. Что такое миллиард рублей в нашем время? Это ничего. Ничего. Ну, для банка... Для банка это вообще ничего, понимаете? То есть мы понимаем, что только порядка 170 банков могут себе позволить какие-то нормативы, да, которые бы, ну, всерьез позволяли работать и с населением, и достаточно длинную кредитовать и так далее. А что делают остальные? Давайте назовем вещи своими именами. Занимаются схемными какими-то операциями. Слава богу, потреб кредитования нельзя назвать схемной операцией, потому что она достаточно зарегулирована, понятно, регулятору понятно. Но если мы посмотрим на эту операцию с точки зрения потребителя, то, как правильно было сказано, туда, к этому инструменту обращаются тем, кому идти некуда. Соответственно, риски того, что у нас возникнет кризис неплатежей по подребу кредитам, он достаточно высок. Но есть и положительная сторона этого вопроса, так как в общем объеме, допустим, ВВП. Если вдруг это произойдет, то это вряд ли обрушит банковскую систему в целом. Однако тот негатив, который может вылиться, он может стать первым шагом к тому банковскому кризису, о котором никто не хочет говорить. Он не станет кризисом, но первым шагом стать может. Что делать? В данной ситуации, как мне кажется, есть универсальный рецепт, который, к сожалению, не исполним сейчас. Это повышение инвестиционной привлекательности, чтобы деньги в страну приходили извне. Но так как у нас нет такого источника, по разным причинам не очень нам сейчас доверяют, не очень сейчас нас заинтересованы. У нас единственным источником является сейчас государство. Какой вывод? Вывод простой. Если мы сейчас стали бы нормально реализовывать инфраструктурные проекты, в которые бы привлекались не только госбанки, а хотя бы средние банки, хотя бы банки из топ-200, тогда бы у них вот этой вот жесткой необходимости рисковать было бы гораздо меньше. Валер, я прерву, извини, пожалуйста, сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем тему российской банковской системы. И в гостях в студии Дмитрий Мирошниченко, научный сотрудник Центра развития Высшей школы экономики, и Валерий Петров, финансовый аналитик, заместитель и председатель управления Института развития финансовых рынков. Валерий, я прервал, прошу прощения, вот по поводу возможных, да, способов решения проблемы. Да, но это не способ решения проблемы, это один из шагов, которые могли бы оживить банковскую систему и вывести ее из замкнутого цикла спекулятивных операций. Второе, на что есть смысл обратить внимание для банков, это проекты, связанные с кредитованием среднего бизнеса. Я думаю, что банки и без меня об этом прекрасно знают. Но здесь нужно внедрение ноу-хау. Какого ноу-хау? Прежде всего, оно простое, но крайне сложно исполнимое. Это обеспечение более льготной кредитной ставки для тех предприятий, которые занимаются именно производством. И, естественно, инициатива эта должна исходить не от банков, а от государства, от целевых госпрограмм. Именно стоит подчеркнуть, да, это не для торговли, а для тех, кто занимается производством. Да, тогда слова президента, они обрели, скажем так, экономический смысл. Потому что в противном случае, если банки будут предоставлены сами себе, они будут стараться деньги дать как можно дороже и как можно более короткий срок. Вот и все. Понятно. Дим, вот возвращаясь к путям выхода, да, и сложив ситуации по поводу реализации инвест-программ и улучшения инвестиционного климата. Это, безусловно, вся российская экономика и банк в том числе в этом, собственно, кровно заинтересован. Есть какие-то, да, действительно, реальные способы это изменить? Ой, ну, способы-то есть. Движущих сил не видно. Кто будет делать? То есть работа, что называется, котлован есть, вот лопаты стоят, а вот махать именеком. Да, да, да. И, собственно, каких-то таких заинтересованных лиц, которые были бы способны сдвинуть дело, тоже, в общем-то, не видно. Ну, собственно, мы тут ходим вокруг такого диагноза, который любой более-менее обменяемый банкер знает, что благополучие его банка в долгую напрямую зависит от благополучия его клиентов. Не будет у него клиентов, ну, извини, дружище, а кого ты будешь обслуживать, с кого ты будешь состригать свой процент. Вот с клиентами, да, у нас вот в стране проблема. Инвест-климат, ну, инвест-климат, это не просто какая-то там красивая идиома, инвест-климат, это так, как мы живем. И говоря о том же самом бизнесе, среднем, малом бизнесе, да и крупном, ну, почему в том числе такие ставки высокие? Ну, риски, риски, риски крайне высокие. Ты деньги даешь, и ты же должен быть, там, более-менее как-то уверен, что тебе деньги вернуты с процентами желательно. Да уж, ладно, хотя бы без процентов. Вот. Но тебе же их по сотне причинам могут не вернуть. И ты не можешь это дело просчитать. То есть что такое инвест-климат? Это значит, что ты дал деньги, да? Ты должен быть уверен, что ты сможешь проконтролировать их целевые расходы. Ты можешь быть уверен, что вложив твои деньги, деньги банка, предприниматель получит какую-то отдачу. Что он их, если он их нецелевым образом расходует, что ты можешь его взять за шкирку, потащить в суд и, соответственно, добиться правды. Когда он их вкладывает, он, значит, должен с этого какой-то там свой профит поиметь, с которого он с тобой расплатится. Значит, что у него не должно быть очень высоких, у нас их так называют, административные сдержки. То есть себестоимость должна быть достаточно для того, чтобы, достаточно низкой, чтобы продать товар. Потому что ты можешь произвести, но тебя его никто не купит по этой цене. Вот. Соответственно, в структуре себестоимости процентные платежи в целом по российской экономике, если выкинуть оттуда все эти там добычу полезных ископаемых, обработку, я вас уверяю, это копейки. Ну, просто копейки. В целом, понятно, что у каждого предприятия своя правда. Вот за 2011 год, последняя такая более-менее полная статистика, 2% в структуре себестоимости. Ну, о чем там говорить? Соответственно, резерв для снижения себестоимости, он гигантский. Но надо для того, чтобы люди, которым ты даешь деньги, чтобы они в конкурентной, честной борьбе дрожали бы над каждой копейкой. Когда у нас здесь монополия, здесь монополия, здесь монополия, там, естественно, здесь противоестественно, здесь чиновники не пускают, здесь без взятки ты не пройдешь. Ну, вот у тебя получается, что производить невыгодно. Почему невыгодно? Потому что, когда ты всем раздашь деньги для того, чтобы иметь возможность что-то произвести, то у тебя цена, конечно, цена продукции получается такая, что у тебя никто не покупает. Ну, вот и все. Соответственно, у тебя никто не купил, кредит ты не смог отдать. Банки, решение на дураке, они это видят. Я тут даже не говорю про финансовую безграмотность наших предпринимателей. Это вообще отдельная там печальная тема. То есть, говоря о финансовой безграмотности, речь идет о том, что предприниматель, затевая, да, какой-то, так сказать, бизнес-проект не всегда представляет. Я бы даже сказал, в большинстве случаев не представляю, потому что из моей банкирской практики нормой является кредитный инспектор пишет за вот этих наших предпринимателей кредитную заявку себе. Здорово, здорово, здорово. О финансовой безграмотности заговорили, Валер. Ну, а я, честно говоря, продолжил тему, как бороться. Да, да, то есть, кто виноват-то, мы вроде как все понимаем, да, осталось там ответить на великий вопрос, что делать. Кстати, по поводу, кто виноват, все-таки я очень люблю, ну, в кавычках, конечно, слушать, что причины всех наших несчастья, наших кризисов там, за бугром, за бугром. Ну, есть другой вариант, что из-за того, что Ленин Мазолей не по фэншую лежит, ну, примерно из той же оперы. Да, 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 это параллельные варианты. Ну, а я вот, честно говоря, придерживаюсь более прагматичной точки зрения, я придерживаюсь того, что виноваты мы в том, что мы не умеем правильно распоряжаться своими деньгами, да, потому что шансы-то все-таки они были, и, слава богу, еще пока есть, особенно вот и до кризиса, просто сверхдоходы были у государства. Понятно, что воруют, да, но, как бы, хоть часть-то может целевым... Ну, подожди, вот до кризиса, да, были сверхдоходы, формировался стабилизационный фонд, кубышки, так называемые, подушки, благодаря которым мы, да, с малой кровью вышли из кризиса, нет? Это заблуждение, на мой взгляд, да, потому что я бы не назвал малой кровью то, что у нас, в отличие от всех других стран, в 2009 году ВВП был отрицательный. Других стран имеется у стран БРИК. Представляете, у нас единственная страна, у которой ВВП был отрицательный. Ну, о чем можно говорить? Это вообще, ну... Нонсенс. Да, нонсенс, понимаете? Так вот, возвращаясь все-таки к сегодняшнему дню, один вопрос всех волнует, где взять деньги? Да, ответ на него, помимо всего того, что мы уже говорили, лежит еще и в плоскости каких-то не только инфраструктурных проектов, да. Я просто напомню, в ближайшие три года у нас 48 инфраструктурных проектов должны освоить аж 9,6 триллионов рублей государственных. То есть, ей-богу, есть где поживиться, да. Конечно, вот они деньги. Да, вопрос, как говорится, как правильно позиционировать свою компанию, свой бизнес, чтобы вы легитимно получили доступ к этим деньгам. Но кроме них есть еще и другие деньги, которых мы помним, но почему-то о них никогда не говорим, да. Это пенсионные деньги. Ведь это самые длинные деньги, которые, к сожалению, сейчас у нас не то, что недоступны. У нас сейчас образуется дефицит пенсионного фонда, хотя на практике должно быть обратно. И вот один из путей выхода из ситуации – это все-таки собраться с политической волей и правильно закончить или, может быть, начать и закончить пенсионную реформу, которая бы позволила все-таки эти деньги использовать для цели экономики. Потому что то, что сейчас предлагается после того, как пенсионная реформа докризисная не сработала, она не сработала не потому, что она была совсем уж плохая, да. Она не сработала потому, что наступил кризис, и те источники дохода, которые должны были обеспечить ее прибыльность, они не дали этого дохода. Фондовый рынок перестал приносить какие бы ни было доходы, понимаете, он превратился в спекулятивный придаток. Так вот, наша задача сейчас – эти деньги не второй раз закопать в землю или просто раздать, или просто повесить огромным ермом на бизнес, который будет опять скрывать все доходы, и вместо того, чтобы платить в пенсионный фонд, начнет выдавать зарплату конвертов. Нужно вспомнить мировой опыт. Каким образом удавалось собрать повышенные налоги? Знаете, удивительный факт, я когда прочитал, удивился, за счет снижения налогов. И яркий пример – это вот плоский налог 13%. Как мы били, собирали эти налоги? Ввели 13%, все физические лица, все платят, понимаете, и общий объем, в принципе, очень даже достойный в процентном отношении к населению. Здесь такая же ситуация. Нужно вот тот вот завышенный социальный налог, который все ругают, не побояться пересмотреть, понимаете, и поставить в зависимость от реального экономического вклада того или иного предприятия, соответственно, того или иного работодателя. И, соответственно, вот те робкие шаги, которые делает Минфин, пытаясь освободить от избыточного налогообложения длинные инвестиционные деньги, этот подход расширить и сделать общепринятым. Кстати говоря, в США это очень хорошо работает. И вот вам источник внутренних денег. Вот такая идея. А, кстати, зависимость вот эта, да, она каким образом будет выглядеть? Кто больший вклад внес, тот меньше платит налогов. Дело не в больше или меньше налогов. Здесь налоговая система, она не позволяет вот так вот легко, понимаете, там убавил, тут прибавил. К сожалению, там она очень инерционная. Негибкая. Негибкая, да. Поэтому здесь нужно поставить в зависимость от размера бизнеса и от его реальной экономической ориентации на производство. То есть спекулянтов нужно по полной программе, извините за слово такое грубое, брить. Те, кто работает на производство, тот, кто работает и особенно добивается в этом определенного успеха, но при этом не является, извините меня, Газпромом или каким-то другим крупным естественным или неестественным монополистом, им надо позволять, извините за такое опять-таки слово, подниматься. То есть, грубо говоря... Давать больше возможностей. Надо больше возможностей в пределах, допустим, общего оборота, то есть ограничить оборот миллиардом рублей или тремя миллиардами рублей и количеством работников. Вот, если, опять-таки, это должно быть все просчитано, но если эти стимулы ввести, с моей точки зрения, это может позволить запустить механизм использования длинных пенсионных денег, объем которых не упадет, а наоборот увеличится, для их использования в инвестиционных целях. И вот для банков появляется новый источник средств, которые можно и побороться, которыми можно и поуправлять. И причем, да, можно говорить о всех банках, да, не только, так сказать... Ну, в любом случае, там, огульно здесь трудно говорить о всех банках. По крайней мере, можно ввести правила игры по допуску банков к тем или иным средствам вот из этого источника. Я понял. Дим, как вы относитесь к спекулянтам, мне очень интересно. Это негативная все-таки терминология, еще и с советских времен, да, такой есть подход? Ну, как, вот я напередать шел там, и что-то как с неба закапало. Ну, как к дождю относиться? Ну, он есть, да, может тебя намочить. С одной стороны, когда ты... Если у тебя нет зонта, причем, да? Когда, да, нет зонта, ну, как-то не очень хорошо, да. А когда ты сидишь там в тепле, то здорово, все потом там как-то расцветает. Не, ну, спекулянты неотъемлемая часть вообще процесса, потому что они должны занимать свою экологическую нишу. Экономика вещь такая. Здесь каждой тварью должно быть по паре, но каждая эта тварь должна знать свое место. То есть должны быть очень четкие правила игры, которые препятствуют какому-то гипертрофированному росту одного из сегментов. То есть вот там, если невыгодно становится заниматься чем-то там разумным, добрым, вечным, ну, приходится барышить, да. Вот. И, соответственно, там, спекулянтов начинают ругать. А с другой стороны, может быть, кто-то из них там хорошие ребята. Они, может быть, да, занимались... В принципе, да, неплохие. И чем-то, да, таким... Дим, я прошу прощения, мы сейчас прервемся. Новости на Финам и Фэн, а потом продолжим. Ну что, друзья мои, последняя часть нашего эфира. 12 минуточек у нас осталось. Сегодня говорим о российской банковской системе. И в гостях сухого остатка Дмитрий Мирошниченко, научный сотрудник Центра развития Высшей школы экономики. И Валерий Петров, финансовый аналитик, заместитель председателя правления Института развития финансовых рынков. Собственно, разговор, да, которым мы ушли на последние новости, вот, ходил вокруг поиска решений, да. В нынешних непростых условиях Валерий предложил, да, поиск длинных денег, которые будут непосредственно относиться к пенсионным. Ну, да, пенсионные реформы, это все-таки вещь такая актуальная. И вот, Дима, о спекулянтах мы заговорили. Должны они присутствовать, но должны знать свое место. Ну, конечно, конечно. А то, что касается источников денег, ну, я бы сказал, сейчас главная проблема нигде взять деньги, а куда их все-таки девать. Еще, собственно, программа и начиналась. Потому что даже если тебя там завалить деньгами, ну, кстати, мы здесь не одиноки, не уникальны, а посмотреть на развитые страны, та же самая Европа, то есть там все завалено деньгами, делать некуда. То есть так же, как у нас, экономическая модель выдохлась, да, и, соответственно, запустить ее через такой механизм накачки ликвидностью банковской системы не получается. Что у них, что у нас. Другая модель, но тоже подошла к логике. А, кстати, если говорить о моделях, вот модель американская, да, ведь Федерезерв, как известно, тоже, собственно, родоначальником этой идеи стал в свое время. И вот там ситуация иная, как ты считаешь? Там получше, конечно. Получше, да? Получше, но, собственно, там тоже не работает в общем и целом. Она получше за счет значительно более грамотного гострегулирования, что выражается в его отсутствии, излишнего гострегулирования. И, собственно, вот эти робкие пока там шаги по, где, вот шел процесс для индустриализации Америки, а сейчас вот три, да, индустриализация. Американцы, они не заморочены европейскими проблемами, например, сокращению численности персонала. Ты приходишь на работу, оказываешься, что у тебя там коробка с вещами стоит, ты уволен, все. В Европе излишний персонал надо будет там кормить годами. Соответственно, можно очень существенно снизить сдержки и наладить... Для американцев, да? Да, для американцев. Очень гибкая система. Но это ни в коем разе не говорит, что у них там тоже идеал, у них тоже вот этот некий такой тупик, он все равно сохраняется. И в данном случае, о чем я говорил, что накачка деньгами... Ну вот у нас деньги для банков сколько стоят? 5,5%. Вот недельное репо, на которое приходится основной объем заимствований, 5,5%. Это же все-таки не какие-то там безумные цифры. То есть нельзя сказать, что деньги какие-то супердорогие. В Европе вообще ноль. И говорить о том, что давайте снизим ставки, там центральный банк снизит ставки и все заколосится... Да, и сразу все заработает. Абсолютно неверно. То есть, во-первых, банки, они сейчас могут дополнительные объемы брать денег. Так, я так, насколько чуть-чуть в курсе тот же самый Минклана развития, который является такой проводником госполитики, что давайте вот всех заставим. Они споткнулись в развитии своей идеи на таком факте, что банки не берут деньги, потому что, конечно, получать или нет. Значит, надо заставить. Вот стоит вопрос, а как заставить банки взять деньги? Но дело непростое. Если возвращаться к более такому разумному структурированию источников для банков, то, на мой взгляд, я просто убежден, что центральный банк мог бы сделать немало. На этом поприще просто разумно переформатировать, если он разумно переформатирует систему рефинансирования. Потому что она фактически с колес формировалась в кризисное время. Ну, понятно, когда там все горит, рушится, то ты начинаешь вот это, вот это, вот этот инструмент. Суетиться. И он какой-то такой бесформенный набор инструментов возник, и он последние там года полтора ЦБ как-то в систему все приводит, но немного не в ту, вот, и немного не с той скоростью. Потому что вот так вот получается, что там кто-то мог бы деньги и дать конечному потребителю, но не имеет возможности взять ЦБ. А кто имеет возможность взять ЦБ, то что получается? Давайте смотреть сурово и правдиво в глаза. Треть денег, которые ЦБ дал коммерческим банкам, пошло на вложение в иностранную валюту. Там, значит, пятая часть пошла на спекуляции на рынке АФЗ, в том же самом. Но все оставшееся пошло в других секторах, то есть там, соответственно, до кредитов дошло... Ну, много осталось, да, совершенно. Ну, вот до кредитов дошло, там совсем нет. Поэтому, если сейчас продолжить там вливать, даже принудительно там, вот, воронку в горло ставить, ну, да, следите за курсом рубля. Да, да, следите за курсом рубля. Валер, возвращаясь к регулятору нашему, да, сейчас придет новый глава ЦБ, известный тоже, да, соответственно, фамилия госпожа Набиулина. Ну, как думаешь, изменения стратегические в политике Центрального банка ожидаемы или это все номинально очень? Стратегические изменения, они вряд ли произойдут, да, они и не нужны, да. Я напомню, что господин Игнатьев выводит не потому, что там он какую-то ошибку допустил. Да, да, что он не справился, конечно. Да, а потому что, скажем так, он исчерпал тот максимальный срок, который мог находиться на этой должности. И, соответственно, для Центрального банка стабильность, она, пожалуй, важнее. Другой вопрос, что у Центрального банка есть достаточно большой потенциал, да, для стимулирования развития экономики. Но вот как его реализовать, я думаю, что на данный момент пока не знает никто, да. Все пытаются найти, как это сделать, честно ищут, но до конца не знает никто. И про себя могу сказать, что тоже только предположения какие-то могу строить. Мне кажется, что здесь все-таки важнее и интереснее для нашей банковской системы, потому что она же является все-таки не основным зарабатывающим элементом экономики, да, а обеспечивающим возможность зарабатывания. Здесь для банковской системы, может быть, есть смысл взять на себя на коротком этапе какую-то, может быть, не всегда свойственную ему функцию поиска точек роста, точек роста экономики. Вот какие бы примеры я здесь привел, вот СПО того же ВТБ, да, много о нем говорили и так далее, и так далее. Есть плюсы, минусы. Если посмотреть на всю эту ситуацию с высоты птичьего полета, то можно увидеть то, что не видно сблизи, да, а именно, ведь ВТБ, он в свое время достаточно эффективно разделил свой бизнес на более рискованный, менее рискованный, розничный и нерозничный, да, и, собственно говоря, те деньги-то, которые он привлек, при всем том, что там много привлекли, 102 миллиарда и так далее, дисконт-то был очень приличный, да, и понятно, что привлекли они не очень, скажем так, по рыночной цене, они все-таки достаточно неплохо уступили. Спрашивается, зачем? Может, они вообще это неправильно делали, да, может, надо было подождать, пока рынок отрастет. Так вот, анализ их поведения на инвестиционном рынке показывает, что инвестиционные их проекты достаточно неплохо реализуются. Взять ту же систему с триколором, взять их взаимную любовь с Ростелекомом, с Асинвестом и так далее. Откуда такой успех? Понятно, он откуда растет? Из близости к банку к государству, да, то есть какой-то стабильность, административный доступ позволяет ему получать доступ к интересным инвестиционным проектам. К чему все это говорю? Потому что у каждого банка на своем уровне, да, ну, я не имею в виду, это мелкие банки, есть возможность найти применение своим деньгам для тех инвестиционных проектов, которые бы были, ну, скажем так, не менее прибыльны, чем та же торговля, да. И вот если бы центральный банк смог стимулировать банки, вкладывать не просто в какие-то компании, занимающиеся спекуляциями, торговыми спекуляциями, а именно делать, пускай на более низком уровне, то, что делает ВТБ, вот тогда можно было бы говорить, что можно было бы распечатать еще один источник инвестиционных денег. Ведь у нас же есть еще инвестиционный фонд Российской Федерации, все на него молятся, как на святую корову, вот, а там ни много ни мало, почти 38 миллиардов рублей, соответственно, деньги-то большие. Понятно, что в такой ситуации экономической распечатывать его и страшно, и, может быть, и не надо, да, разворуют. Конечно. Вот. А если можно было бы сделать то пресловутое частно-государственное партнерство, когда бы часть вкладывали бизнес, часть вкладывало государство под гарантией тех же банков, которые могли бы участвовать в этих проектах хотя бы на проектах среднего уровня, ну, то есть, которые бы исчислялись бы, не знаю, не астрономическими цифрами, да, боюсь здесь сглазить, да. Вот это, опять-таки, стало бы стимулом для развития банковской системы. Просто, конечно, здесь все это дело говорить, сидя в студии, да, гораздо сложнее. Безусловно, ну, у нас такая задача. Да, но не посмотрев на это со стороны, мне кажется, выбраться из этого замкнутого круга, который есть сейчас, нам не удастся. Я понял. Ну, буквально минутка осталась у нас, твой взгляд на политику Центрального банка с приходом госпожи Набиулиной. Ну, понятно, что сначала ничего не должно измениться, потому что Набиулина, она зарекомендовала себя как взвешенный политик и экономист-администратор на предыдущих должностях, как разумный человек, но ей надо элементарно войти в курс дела, она не банкир. Для этого пройдет пару месяцев, например, да? Ну, пару, это очень оптимистично. То есть, да, то и больше. Так что, ну, а дальше, я с Валерием совершенно согласен, политика Центрального банка, мы ее можем критиковать, и нужно, и это делаем, но мы, так сказать, любя, да, наставляя, но в целом вектор развития, он, в принципе, был правильный, и менять его не нужно. То есть, с приходом госпожи Набиулиной, да, мы будем ждать после того, как она войдет уже в курс дела. Но там же еще и вся эта история с мегарегулятором там свалилась на ее голову. Ну, вот видишь, да, и Валер как раз упомянул эту тему, да, что еще функцию одну пытаются Центральному банку вменить. Очень сложно, особенно я не представляю, как они будут реализовывать регулирование страховых компаний, да, то есть, как бы это вообще отдельная тема. Да, согласен. А это тоже длинные деньги, кстати говоря, страховые резервы. Так что... Задача непростая. Ну, дай бог, что все получится. Огромное спасибо, уважаемые гости. Еще раз я напомню, сегодня в студии сухого остатка Дмитрий Мирошниченко, научный сотрудник Центра развития Высшей школы экономики, и Валерий Петров, финансовый аналитик, заместитель председателя правления Института развития финансовых рынков. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего, успехов на рынке. До свидания. До свидания. Всё добро. До свидания.